В эфире программа в центре событий в студии Анна Марченко. Здравствуйте! И в этом выпуске. Цены в гору проезд в общественном транспорте Югры станет дороже. Голая правда о животных в Сургуте открылась резонансная фото-выставка. И звезда Югры стартовала в чемпионате России молодежной лиги по волейболу. Стоимость проезда в общественном транспорте Югры может вырасти с 18 до 19 рублей в автобусах и до 23 рублей в маршрутках. Правда, соответствующий закон еще не подписан. А накануне на заседании комитета городской думы Владимир Базаров рассказал о предстоящей оптимизации городских маршрутов, которая подразумевает отмену некоторых из них, поскольку часть дублирует друг друга. Кроме того, в связи с открытием нового туб-диспансера, частичного ввода университетской и развитием улицы Ивана Захарова потребуются новые маршруты, которые сегодня уже разрабатываются. Оптимизация маршрутов, следование городского пассажирского транспорта 5, 5А, 6, он там целый ряд. Введение новых маршрутов, касающихся магазин Москва, городское кладбище. И со следующего года в зимний период мы этот маршрут вводим. Летом он у нас закрываться будет сезонным маршрутом в дачный кооператив, а вот зимой это будет. Концепция развития пассажирского транспорта и общественной уборной. В городской думе прошло заседание постоянного комитета по бюджету, налогам, финансам и имуществу. Именно последняя тема стала одной из основных на заседании. О том, как искали и оценивали городское имущество, наш сюжет. Началось заседание комитета по бюджету с темы дорожных фондов. Смысл ее сводился к тому, что подобный фонд не просто должен быть в югре, а его необходимо заполнять деньгами. И с этой целью транспортный налог с 2014 года будет переводиться в окружную казну. Законодательные изменения утвердят на окружной думе в конце октября. До этого дорожный транспортный налог поступал в местный бюджет. О предполагаемых изменениях мы в упреждающем порядке были уведомлены округом. По-настоящему жаркие обсуждения вызвала, пожалуй, одна из самых недооцененных городских проблем – отсутствие общественных уборных. А тут, в самом центре, возле сити-центра «Мир», предприниматель, арендующий муниципальный общественный туалет, попросил власти его продать. Чтобы перепрофилировать, сразу же предположили депутаты. И выступили против планов Департамента имущественных и земельных отношений отдать уборную бизнесу. Мы понимаем риски, что туалет может закрыться. Может закрыться, может не закрыться, я не знаю. И вместо туалета может появиться магазин. Между руководителем Департамента имущественных и земельных отношений депутатами завязался диалог. Хозяин или руководитель этого, ну или собственники этого предприятия, аффилированные к тем, кто строит, уже построил парковку в сквере Старожилы, да? У предпринимателя есть право выкупа, он подал заявку. Его отношения к строительству стоянки к этому вопросу не имеются. Тогда Илья Сергеевич, он правильно говорит, что это в центре города, и срежь ты все эти унитазы, у тебя будет хорошее помещение по цене 63 тысячи квадратный метр. Ну, наверное, цена недостаточно справедлива и объективна. Так ведь арендующий туалет предприниматель может его отсудить. Он имеет право его выкупить, утверждали чиновники. И получалось уже как-то совсем абсурдно. Но итог обсуждению подвел Илья Кондаков. Я категорически против, чтобы этот объект продавался. Я не могу понять, на основании чего собственник боится, что у него что-то могут отсудить. Это бред. Это то же самое, что человек в собственной квартире говорит, я боюсь, что у меня сосед отсудит мою одну комнату. Потому что он сосед. Это бред. Туман развеялся, и депутаты запретили продажу уборной. Окончательное решение по этому вопросу и части других будет принято на заседании Думы города в конце октября. Артем Высоцкий, Сергей Коликов, Сургут, Интерновости. Голая правда о бездомных животных. Выставка с таким названием открылась в галерее стерх. Около 30 известных сургутян согласились предстать обнаженными рядом с собаками и кошками, подобранными на улице. Фотопроект уже вызвал большой общественный резонанс. Этот стишок про котенка, оставленного на улице в зимнюю стужу, повторяет, пожалуй, историю каждого животного, изображенного на фотографиях. Все эти собаки и кошки когда-то были домашними. Рассказ о том, как они оказались на улице, есть под каждой картиной. Не дать им умереть помогли волонтеры. Мы помогаем в первую очередь животным травмированным. То есть те, у которых нет просто шанса выжить на улицах города. То есть сбитые собаки, собаки с обморожениями, кошки с обморожениями. Сейчас у нас с различными травмами, с переломами, кошки, выпавшие из окна. Организовать такой необычный для нашего города проект решили в издательском доме «Победа». На призыв сфотографироваться обнаженными с бездомными животными откликнулись около 30 известных сургутян. Это на самом деле актуальная проблема, не только для нашего города, но и вообще для нашей страны. То есть привлечь внимание людей, показать им, что мы все-таки ответственны за животных. И показать еще раз людям, чтобы прежде чем заводить питомца, то есть нужно очень внимательно обсудить это и обдумать, чтобы потом эти животные не оказывались на улице. Проект много обсуждают в интернете. Одни восхищаются, другие сетуют на чрезмерную откровенность. Резонанс уже есть. Она еще не началась, но уже есть резонанс. Есть, конечно, очень много критики. Но я надеюсь, что результат покажет и докажет критикам, что лучше хоть что-то делать. Провокации особой нет. То есть все на уровне такого очень тонкого диалога. То есть здесь нет ни спецэффектов, ни спецретуши. Здесь все делалось максимально просто и ловился вот этот вот момент соприкосновения человека с животным. Потому что человек и животные, которые принимали участие в съемке, они знакомились за минуту до начала фотосессии. Все очень честно было. Организаторы уверены, этот проект поможет привлечь внимание общественности к актуальной проблеме. Ведь каждый сургутянец способен внести посильный вклад в судьбу бездомных животных. Достаточно зайти в группу движения «Дай лапу» ВКонтакте или позвонить по телефону горячей линии 66-62-62. А сама выставка продлится в галерее стерх до 30 октября. Вход свободный. Дмитрий Теряев, Вячеслав Ширкунов, Сургут. Интерновости. Золото и бриллианты сургута создателем необычного проекта стал дворец торжеств. Его участники – супружеские пары, стаж семейной жизни которых более 50 лет. Свидетелем изумрудной свадьбы Читы Майборода стала наша съемочная группа. Их любовь не показывали по телевизору. За их отношениями не наблюдала вся страна. Про них не писали в газетах и журналах. Но этот свадебный лимузин для них. А красная ковровая дорожка готова встретить их цветами и поздравлениями близких. Их знают многие в городе. Он широко известен в кругу строителей и энергетиков. Обеспечивал электричеством практически все строения сургута. Она – бывший работник дошкольного образования. Иван Иванович и Раиса Михайловна Майборода отмечают изумрудную свадьбу. 55 лет рука об руку. И сейчас Раиса Михайловна уже и не помнит, как любимый делал ей предложение. Не знаю, не делал. Я сказал, раз надо, значит поженишься. Поздравить молодоженов собрались представители разных поколений большой семьи Майборода. Сегодня они вспоминают, какими были их родные юбиляры тогда, десятилетия назад. И почему они так горячо любимы всеми родственниками сегодня. Бабушка, например, нас так любит, что она очень много для нас старается готовить. Нам всегда вкусную еду. Она нас любит. А дедушка всегда вкусные огурцы собирает, выращивает их. Он очень хороший садовод с огурцами. Я их люблю за доброту, за всю душевную теплоту. Сами виновники торжества долголетию теплых отношений в супружеской жизни не удивляются. Секрет любви и уважения друг к другу, по словам юбиляров, прост. Ну нормально, в общем-то мы никогда не ругаемся сильно. Но он так горячо что-то вспылит. Я все сглажу и все. Вот смотрю на них, и настолько это трогательно. Он старается ее поддержать, как-то так взять под руку. И мне кажется, что вот в этот момент, ну даже вот жизнь вот так кинолентой, так вот раз и пронеслась. Дворец торжеств вручил супругам приглашение на церемонию бриллиантовой свадьбы. А это значит, чета Майборода вновь соберет свою дружную семью через пять лет на 60-летие супружеской жизни. Ксения Битюгина, Сергей Колотов, Сургут Интерновости. Нам 23.18 октября телерадиокомпания Сургут Интерновости отмечает свой день рождения. Более чем за два десятилетия значительно увеличился коллектив. В эфир вышли множество телерадио и печатных продуктов. Однако праздная жизнь работника медиа имеет много подводных камней. В наш день рождения развенчиваем мифы. Что же такое работа журналиста? Мне кажется, это интересные какие-то моменты города. Журналисты их описывают. Ой, девушка, такое спросили. Журналиста? Ну, смотря в какой области. Последневно, ну, жизнь города хотя бы освещать. Сколько важна эта профессия? Как вы думаете? Отдай микрофон! Такие ассоциации у большинства людей вызывает профессия журналист. Однако за романтикой множеством встреч, знакомств. Командировками по всей стране и миру скрываются бессонные ночи, отсутствие личного времени и миллионы нервных клеток, которые, как известно, не восстанавливаются. А все для того, чтобы в свое время на СТС, ТВЦ и ТВ-3 выходили программы в центре событий, телевизионный обзор новостей, книга жалоб, спортлайн, диалог. Наша служба и опасна и трудна. Я думаю, в последнее время стало еще опаснее и труднее, потому что очень многие люди реагируют на журналистов неадекватно. У нас есть случаи, когда на журналистов бросались кулаками, когда пытались отобрать камеру. Если честно, меня напрягает мой соведущий программы «Спортлайн». Вот он, собственно, Дмитрий Андреевич. Каждый понедельник во время записи он говорит одну и ту же сакраментальную фразу. Какой замечательный человек писал этот текст. Уже 4 недели подлесной сам собирает студию без меня, и меня это несказанно радует. А меня напрягает. Знаете, сколько весит минимальный набор оператора камеры и штатив? Примерно 20 килограмм. А стоит 500 раз больше. При съемке надо соблюдать множество правил. Баланс, резкость, контрастность и учитывать каждую мелочь. Мне больше не нравится, когда говорят, здесь нельзя снимать. Когда сбоку подходят и говорят, слушай, сюда хорошо, сними. Вообще они всегда нравятся. Противоположному полу девушки, я знаю, что очень любят операторов. Как вы думаете, легко ли монтировать? Собираешь себе кадры и подкладываешь под них музыку. Теплая кружка чая способствует творчеству, а заикающийся корреспондент так и манит сохранить себе на память его конфуз. Если работает оператор хороший, работает корреспондент хороший, то проблем не возникает. Одно удовольствие. Оператор с корреспондентом часто работают хорошо? В последнее время, да, очень хорошо. Все отлично, ничего не напрягает. Прекрасная работа. Обожаю ее. Кровавая красная лампа «Онэйр» прямой эфир влюбляет в себя каждого, кто хоть раз садился к микрофону в радиостудии. Но мало кто знает, что радио – это высокая ответственность, многочасовая подготовка к каждой программе, строгое музыкальное оформление и сложные технические программы «Северо-авторадио», «Маяк Югра» и «Радио Югра». Была такая дурная привычка раскачиваться во время эфира на стуле, и вот мой коллега, начиная, то есть выход наш совместный в эфир, говорил-говорил, а дальше, то есть эфир продолжил грохот, и уже из-под стола продолжила вещание я, потому что стул все-таки сломался, я прокинулась назад, прокинула ударом ноги микрофон со стола. Коллегам бы не помешало поучиться говорить неправильно. Ну, в принципе, когда свою работу любишь, то таких моментов, которые как-то раздражают, довольно-таки мало. Рекламный отдел – вот где рай могло бы показаться на первый взгляд. Но вы и не подозреваете, что каждый ролик – это многочасовые переговоры с заказчиками, согласование медиапланов, рисование бренд-листов и макетов. Евгений Евгеньевич, вы нам лучше расскажите, пожалуйста. Сейчас, минуточку. Алло, добрый день. Да, вы знаете, вот у меня заказчик привез некоторые коллективы. Все очень легко. Приносить миллионы. Что здесь может быть сложного? Руководить штатом более чем 100 человек. Огромная ответственность – начислить зарплату и премию, заказать новое оборудование, решить все проблемы, провести планерки. Решили мы отмечать как-то Новый год в костюмах, костюмированных. И собрались в кафе, и там с нами какая-то организация еще отмечает. Ну, они все подпили, там, значит, это соседи наши. У нас был ручечный сотовый телефон. И кто-то взял этот телефон, выкинул на сцену. С их стороны полетели телефоны, ноги, и мы к соснику там все упали. Вот так было интересно. 23 года «Сургут Интерновости» светом добра наполняет вашу жизнь и будет наполнять ее еще не одно десятилетие. Первую игру в рамках стартового тура чемпионата России молодежной лиги по волейболу провела команда «Звезда Югры». Соперник «Нефтегаз» универ из Тюмени. Первую партию «Звезды» выиграли довольно легко со счетом 25-22. А вот во второй соперники заставили «Сургутян» понервничать. Вырвать победу в сете у Тюмени нашим волейболистам удалось с рекордным счетом 36-34. Мы позволили себе ошибаться на подачу концовки. Знаю, что у меня по расстановке находятся три подряд сильнейших подающих. Естественно, к сожалению, тактика эта себя не оправдала. Очень повезло нам, что нашибались соперники в концовке на подъеме. Выиграли, выиграли. Не нравится мне, когда мы начинаем осторожничать и пытаемся найти счастье, где-то мы пошли как соперники. Третью партию, несмотря на напряженную обстановку в предыдущей, «Звезда Югры» выиграла со счетом 25-21. Общий счет игры 3-0 в пользу наших волейболистов. Сейчас с «Сургутянам» предстоят матчи с «Беркутами Урала» из Уфы и еще одна встреча с тюменцами. Отмечу, что наши волейболисты критически оценивают свою игру. Сыграли, в общем, неплохо. Выиграли, как видите, 3-0. Но много ошибок на постановке блока, в защите. Более-менее сыграли. Потом на подачу много мячей потеряли. Среди сотрудников компании «Газпромпереработка» впервые проходит спартакиада по различным дисциплинам. В этот раз спортсмены-любители соревновались в меткости. Стреляли в тире полигона «Беркут». До этого этапа сотрудники предприятия соревновались в лыжных гонках, зимнем палеотлоне и настольном теннисе. Сейчас – пулевая стрельба из пневматического пистолета. Четыре года назад мы приобрели оружие пневматическое и распределили по филиалам. Вот инструктора на местах занимаются с работниками, то есть преподают, где-то находят тренеров. И подобным образом какие-то результаты уже показывают. У нас есть люди, которые за три года доросли до уровня первого разряда. В команде каждого из пяти заявленных филиалов – двое мужчин и одна дама. По сумме общих баллов и определяют сильнейшую сборную. Попыток у каждого сотрудника было 40. За час 15 нужно сразить как можно больше мишеней. Мы больше приехали за участием в соревнованиях, потому что звезд хватать нам пока что не позволяет. Подготовка наша. Хорошо, когда это работа, но также должно быть и хобби, которое приносит удовольствие. Собрать все филиалы из разных субъектов федерации было не так просто. В Сургут приехали гости из Ноябрьска, Уренгоя и города Сосногорска, республики Коми. Людмила Стокас пришла в этот спорт из солидарности с сыном. И в итоге заняла второе место среди женщин. Начала заниматься года четыре назад. Сын пошел в армию, делать было нечего. Думаю, дай-ка, я тоже постреляю. Ну и вот потихонечку стало получаться. И стали приглашать и на республику Коми. Там у нас проводятся соревнования. Ну и где возможно приглашают, мы не отказываемся. Первое место занял спортивный коллектив Сургутского ЗСК. Вторую строчку турнировой таблицы отстояла сборная из администрации. Бронза у команды Сосногорского ГПЗ. Следующий этап первой спартакиады среди работников «Газпромпереработки» – мини-футбол. Екатерина Любешева, Игорь Севцов, Сургут Интерновости. На этом выпуск завершен. Я с вами прощаюсь. Хороших выходных. До свидания. Громкое открытие этой зимы. Новый салон кожи и меха «Асурмод» отныне и в Сургуте. Роскошные шубы, стильные дубленки, пуховики и кожаная одежда по ценам производителя. «Асурмод», торговый центр «Мир», проспект Ленина, 41, первый этаж. Группа компаний «ПИК» – одна из крупнейших российских строительных компаний. Уже более 19 лет строит доступное и комфортное жилье в Москве, Подмосковье и регионах России. Мы предлагаем большой выбор новостроек для тех, кто задумался о покупке жилья в другом регионе. Подробности на сайте пик.ру. Звоните в наш офис продаж в Сургуте. 51 30 51 51 51 30 51 С 15 по 20 октября выставка «Мир самоцветов». ТЦ Ярославна, второй этаж, Республики 85. Мама, выгляни из окна, солнце светит ярко-ярко и играет детвора. В карапусе приоденусь, ведь им не гулять пора. Большой выбор металлических и межкомнатных дверей. Доставка, установка, гарантия, беспроцентная рассрочка. Салон дверей, телефон 35 82 82. Хотите вспомнить вкус настоящей тушенки? Без консервантов, сои и прочих добавок, как раньше? Только мясо. Монгольская тушенка, только мясо. Натуральный продукт. Новое поступление мужских и женских пуховиков. Размеры от 44 до 66. Рассрочка без первоначального взноса и без процентов. Магазин «Адам». Улица 50 лет, ВЛКСМ 3.2. Телефон 210141. Здравствуйте и о погоде на 19 октября. В студии Елена Оливанова. Шубки от салона «Мехов Греция». Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Деколюкс». Компания «Деколюкс» предлагает автоматические секционные ворота, защитные рольставни, турникеты, шлагбаумы, автоматические распашные откатные ворота и жалюзи. «Деколюкс». Надежная защита вашего имущества. Телефон 262772. Ворота, шлагбаумы, защитные рольставни и жалюзи. Производство в Сургуте. Улица Егорская, 38. Телефон 262772. В субботу большая часть Западной Сибири окажется под влиянием морозного антициклона. В связи с этим в регионе ожидается солнечный денек, но с температурным режимом на 4,6 градусов ниже климатической нормы. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный 2,7 метра в секунду. Температура воздуха – минус 9, минус 14. Утром переменная облачность, осадки маловероятны. На столбиках термометров 7-10 градусов ниже нуля. Днем переменная облачность, без осадков. Направление ветра южное – 1,6 метра в секунду. Температура от 2 до 7 градусов мороза. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле спокойное. Атмосферное давление будет расти и составит 773 миллиметра ртутного столба. Обувь Нокиан. Наслаждайся погодой. Сеть салонов обуви «Саламандр» представляет в Сургуте, пожалуй, лучшие резиновые сапоги с европейским дизайном из натурального каучука. Нокиан – отменное финское качество. Салон «Мехов Греция». Стиль, дизайн, неповторимая изысканность, высокое качество и мастерство. Салон «Мехов Греция». Все для вашего успеха. Сургут, улица Университетская, 7, проспект Ленина, 16. Спонсор «Перноза погоды» – «Салон «Мехов Греция». Предлагает новую коллекцию шуб из меха норки, лисы, каракульчи, европейских домов мод. Салон «Мехов Греция». Все для вашего успеха. Улица Университетская, 7, проспект Ленина, 16. Телефон 23-55-55. Фабрика «Комфорта» оснастила свое производство по изготовлению мебели в Сургуте с самым современным оборудованием. Низкие цены и сроки исполнения делают нашу мебель максимально доступной для каждого при неизменном высоком качестве. Красивые и удобные кухонные гарнитуры, шкафы-купе, различные корпусные мебель в выставочных залах торговых центров «Вега», «Магаз» и в ваших домах. Открылся новый салон «Фабрика комфорта» в торговом центре «Вега», проспект Ленина, 71, второй этаж. Телефон 950-850. Я желаю вам удачных выходных. Будьте здоровы! До свидания!